Светлана Завадская на деревообрабатывающем предприятии в мостах сторожил. 33 года и всё в фанерном цеху. Почти половину в должности старшего мастера сушили на ремонтного участка. Фанерный цех самый большой, здесь занято наибольшее количество работников. Всего их около 450, на участке у Светланы больше сотни. Подприятие переживало много времён, когда было сложно и работать. И когда пришла к нам модернизация, нам стало немножко полегче. Модернизация производства позволяет не только облегчить труд людей, но и делать конкурентоспособную продукцию. Так, благодаря обновлениям, в 2009 году на предприятии стали выпускать фанеру большого формата. А в 2011-м запустили линию по её ламинированию. Сейчас предприятие является монополистом по данным позициям. До сих пор в Беларуси такую фанеру больше нигде не производят. Эта фанера широко применяется в строительстве, для опалубки, при монолитном строительстве, в машиностроении. Автомобильный завод МАЗ у нас её покупает. Автобусы, грузовики, прицепы – всё это из нашей фанеры. Беларусь не богата на запасы природных ресурсов, но с тем, что есть, мы работаем с умом. Как неоднократно подчёркивал глава государства, нужно шевелиться и брать то, что лежит под ногами, чтобы не платить за это другим. Это касается и деревообрабатывающей промышленности. 40% наших территорий покрыты лесами. С 2010 года предприятия отрасли проходили модернизацию, что значительно расширило в том числе возможности производителей мебели. Показатели экспорта неплохие, но не больше. Однако санкции не должны давать торможения, особенно при условии, что спрос на нашу продукцию высок. Южнее определённой параллели леса нет. Мир нуждается в этой продукции. Начиная от рейки пола, там, плинтуса до мебели. А мы не можем продать. Надо продать. А для того, чтобы продать, надо продавать в любом месте. И нельзя уходить с европейских рынков. Если нормально работать, можно и в Европу продавать, куда угодно. Сейчас бесится наше беглое или с подачи беглых, Запад начинает смотреть как-то так. Мы увеличили по некоторым товарным группам в 3-5 раз товарооборот с той же Польшей, которая, ну, чуть ли не врагом рисуется в Беларуси. Какой она враг? Для бизнеса нет друзей и врагов. Есть интересы. Поэтому они и в Польше, и в Германии, и в Евросоюзе в целом есть. Но с ними надо аккуратно работать. Деревообрабатывающее предприятие в мостах, находясь всего в десятках километрах от границы с Евросоюзом, конечно, было ориентировано на Европу. Санкционные ограничения все изменили. Практически вся выпускаемая продукция оказалась под запретом. Выходом из ситуации стал поиск новых рынков сбыта. Санкции, которые были введены для нас и неожиданно, создали шоковый момент. Но сегодня, уже вот 24-й год, фактически предприятие устойчиво работает. Рынки те, которые были на европейском, они все повернулись на восток. И сегодня, опять же, восстановлены все объемы производства. На экспорт, как и до санкционных ограничений, идет более 90% продукции. Только теперь белорусскую фанеру, плиты МДФ и пиломатериалы покупают другие страны. Здесь 80 кубометров пиломатериалов. Они отгружены на железнодорожную платформу, которая уже отправляется в Азербайджан. Азербайджан теперь основной покупатель. Среди стран, в которые поставляется продукция из мостов, также Узбекистан, Казахстан, Россия и не только. Произведенные пиломатериалы на основной линии у нас есть возможность высушить до транспортной влажности, что позволяет нам отправлять практически эти пиломатериалы в любую точку мира. То есть мы отправляем пиломатериалы автомобильным транспортом, железнодорожным транспортом и имеем возможность комплектовать контейнера. В частности, за прошлый год мы отправили несколько составов в количестве 40-50 контейнеров в Китай. Транспортировка продукции в Китай занимает примерно полтора-два месяца. Во время ожидания вагонов работать приходится на склад. Это, конечно, доставляет определенные неудобства, но на предприятии адаптировались. В скором будущем планируют выйти еще на рынки Индии и Африки. Цены на продукцию деревообработки там чуть ниже, чем в странах Евросоюза. Но и себестоимость отдельных видов продукции стала меньше. В лесопильном цеху, например, этого удалось достичь благодаря современному и высокотехнологичному оборудованию. Работает у нас 8 человек в смену. То есть мы сократили физический труд в разы относительно нашего старого лесопиления. Мы получаем высококачественные пиломатериалы, которые имеют геометрическую точность до миллиметра. Сейчас прорабатываются возможные пути освоения выпуска новой продукции. К примеру, из той же фанеры, которая оказалась под запретом, можно изготавливать различные составляющие для мебельной промышленности. Для их поставок в ЕС никаких преград нет. Алена Жиборт, Полина Королева, Владислав Хаткевич, телекомпания СТВ.